Спасибо большое. Я так рад, что именно эти стихи, стихи, связанные с духовностью, с верой, они наполняют вас тоже таким же образом, как и меня. Есть, конечно, мужские истории, они разные. Мы сегодня с Владом рассказали вам их огромное количество. Разудалых, веселых, озорных, гулящих, разных. Но есть и вечный стержень, на который нанизывается наша жизнь. Это вера. Это молитва. И Влад пишет замечательные стихи, в том числе такая молитвенная, духовная, высокая поэзия. Господь Всевышний, Отец Небесный мой, благодарю Тебя за муки и страдания. Благодарю, Господь, что Ты всегда со мной посылаешь мне по силам испытания. Спасибо, Господи, за то, что мне не лень в молитвах тело исцелять свое и душу. Спасибо, Господи, за каждый новый день. Клянусь, Твой замысел я не нарушу. Спасибо, Господи, что я живу в стране, где мне так трудно. Но я счастлив все же за всех людей, что посылаешь в помощь мне. Спасибо Тебе, Господи, мой Боже. Благодарю, Господь, за хлеб, что Ты даешь, за все, что я имею в этой жизни, за то, что по пути меня ведешь добра, любви и верности отчизни. Спасибо, Боже, что во мне зажег свечу от всякой скверны, заразы и болезни, за то, что делаешь не так, как я хочу, а так, как для меня нужнее и болезнь. Спасибо, Господи, за силу Духа, Господь, благодарю за то, что укрепляешь мою веру. Спасибо, Господи, за то, что я горю, но в страсти этой соблюдаю меру. Благодарю Тебя, Господь, за все стихи молитвенно, что мною Ты вещаешь. Спасибо, что прощаешь мне грехи, я также должников своих прощаю. Благодарю Тебя за то, что Ты с высот не вводишь меня, Боже, в искушение. Благодарю, Господь, что избавляешь от лукавого в дороге приглашения. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо большое. И слава Богу за все.